добрый день занятие номер пять и так после того как произвели расчеты в следующем этапе можно посмотреть итоги ну и здесь в итогах да кстати когда мы вводили общие данные то мы оставляли пустыми некоторые ячейки ну и вот сейчас мы можем наблюдать что узнавался все посчиталось и ставилось в эти значения давайте вернемся к итогам то есть в итогах нажимаем соответствующий командное меню они сейчас активизировались то есть можно посмотреть результаты мощности здания мои характеристики конструкции следующая ведомость чертежей продемонстрированы из каких материалов состоит конструкции здания и технические характеристики дальше ограждение здесь показался по каждому материалу термические сопротивления коэценки по передаче может все смотреть по этажам почте нагрузки все это можно дальше по зонам но мы зоны не рассматривали значит пустые группы помещения тоже не рассматривали значит пустыми ведомость помещения то есть по каждому помещения общие сведения дальше по каждому помещению вы можете посмотреть полностью характеристики значения все величины так отопительный прибором не рассчитывали значит будет пустыми если вы рассчитываете здесь представить расчет дальше данное высоко в дальнейшем вот эта табличка вам понадобится для того чтобы рассчитать теплогидравлический расчет системы водяного отопления вашего здания которым в последующем возможно рассмотрим на данном примере так ну есть ведомости материала отопительные приборы мы не рассмотрели и производителей в основном тех материалов тоже не было можно посмотреть диагностика ошибок уже с нету форматировать таблицу это для того чтобы распечатать как это делается можно будет посмотреть в другом видеоуроке вот принцип выполнения расчетов определение мощности отопительного стану помещения здания целом в программе овентропа за c50 дальнейшем мы будем рассматривать другие программы то есть улучшенную версию с российскими нормативами с графическим представлением конструкции ну а здесь показано как это ручную все забивается спасибо за внимание и до свидания до следующих занятий